Предприниматель Нурлан Кады в который день подсчитывает убытки из-за проблем на границе с Китаем. Бизнесмен торгует одеждой, привезённой из Поднебесной. Говорит, товар заказал ещё в феврале. Сумму оплатил полностью. Однако усиление контроля на границе на фоне пандемии привело к неоправданным сложностям, сетует он. Товар не доставляет уже три месяца. Запас, оставшийся из прошлого сезона, вот-вот закончится. Как работать дальше, мужчина не знает. Ну, честно сказать, зимний товар – это такая вещь, такая, ну, короткосезонная. Если в то время, если не продашь, то получается на следующий год есть продавать. Это уже, ещё раз повторюсь, это, получается, неликвидные товары. Это, чтобы полностью объяснить, что такое неликвидный товар, по сумму купленный товар, там же, к примеру говорю, в следующем году это уже будет неликвидным товаром оцениваться, как 10 копеек. Вот такие убытки несём мы. В такой же ситуации оказались сотни предпринимателей одного из крупнейшего вещевого рынка страны – Дор-Дой. Товар, ранее поступавший из Китая, для бизнесменов стал недоступным. Отечественные торговцы, работающие на импорте, сейчас отрабатывают последние остатки. Многие из них оказались на грани разорения. Если ситуация на границе не изменится, то бизнесмены будут вынуждены восстановить свою деятельность, а значит, обанкротиться. Со стороны государства я пока не вижу никакой помощи, абсолютно никакой помощи. Вроде бы обращаемся и разные ассоциации, в Минэкономики и развития тоже обращались. Пока, ну, именно по политической ситуации тоже пока непонятно. Пока никакой помощи мы не получили. Сложности с прохождением отечественных грузов на кыргызско-китайской границе возникают периодически, но решаются они в течение пары дней. Вернее, решались до наступления пандемии коронавируса. Официально Кыргызстан закрыл границу в начале года, однако середина сентября её открыли. Тогда торговцам удалось возобновить свою деятельность. Но со 2 октября с перевозкой товаров вновь возникли проблемы. В настоящее время на контрольно-пропускном пункте Торугард находится около 200 машин. Транспортный поток движется медленно. В день проходит всего несколько грузов, в то время как в обычном режиме – сотни. И вот сейчас у людей потерялась вера какая, откроется ли граница вообще весной или летом. И поэтому люди сейчас не могут понять, видите, скачки долларов, вы прекрасно знаете. Почему люди сейчас… Какая-то идёт определённая социальная депрессия. Люди разочарованы, не могут понять причину. Почему граница закрыта? Когда она откроется? С чем это связано? Как сообщили в МИДе, никаких ограничений со стороны Китая нет. Всему виной технические неполадки. По информации ведомства, между двумя странами сейчас ведутся переговоры. Понятное дело, единственное, сейчас надо, чтобы компетентные органы обоих стран решили эти вопросы. Для этого 6 ноября будет осуществлена видеоконференц-связь. По нашему запросу на этой видеоконференц-связь должны участвовать с китайской стороны все компетентные, заинтересованные. Поэтому наряду с ними те органы, которые связаны именно с контрольно-пропускным пунктом Торугард. На сегодня на рынке Дордуи трудятся около 150 тысяч человек. Любой взрыв в торговле, как говорят предприниматели, это большие убытки. С каждой минуты сумма их убытков возрастает с геометрической прогрессией. По словам экспертов, при таком раскладе дел в бюджет страны может не поступить около 5 миллиардов суммов налогов. Напомним, что несколько дней назад сотрудники рынка Дордуи вышли на митинг, требуя решения этого вопроса.